Кубки, почётные грамоты и цветы, фанфары и атмосфера победы. Детское движение ЮИД празднует свой юбилей, а потому радостные лица и буря оваций. В памятных фотографиях пролистали историю того, как всё начиналось. Первые годы основной работы юных инспекторов движения были организация и проведение отдельных мероприятий по пропаганде ПДД, участие в различных конкурсах и акциях. Сегодня юный инспектор движения – это активный помощник педагогов, воспитателей детских садов, госавтоинспекции. Что для меня значит ЮИД? ЮИД – это моя жизнь, это моя работа, это моя семья. Хотелось бы пожелать всем самое главное скорое, чтобы вы продолжали свою работу, быть всегда весёлыми, позитивными, показывать пример нам взрослым и своим сверстникам, как нужно вести себя на дороге. В честь 50-летия движения ЮИД поздравили и отметили всех, причастных к этой дате. Были объявлены победители городского конкурса «Битвы отрядов ЮИД», а руководители отрядов юных инспекторов, проработавшие более 15 лет, отмечены грамотами от Управления образования за добросовестный и многолетний труд. В этот весенний день никто не остался без внимания. Как говорится, бывших не бывает. И вчерашний ЮИД становится грамотным водителем, уважающим законы дорог, педагогом, умеющим донести важность соблюдения правил безопасности на дорогах, или сотрудникам ГИБДД. Так случилось и с выпускниками детского движения. В своё время они прославили Ленинск-Кузнецкий ЮИД, став призёрами и чемпионами России и Кузбасса, а сегодня благодарят своих наставников. «Это целая жизнь, которая создалась в Дворце Творчества. Спасибо огромное за вашу любовь, за броду, за то, что вас и нас никогда не забываете, за то, что цените. Мы вас очень любим. Спасибо большое за это детство». Вот уже на протяжении 50 лет отряды ЮИДовцев в России не редеют, а с каждым годом их становится всё больше. А это значит, они делают нужное дело. На сцене Дворца Творчества свои лучшие выступления показали победители битвы отрядов ЮИД и друзья Дороги детства из детского сада номер 9. Рена Беляева, Василий Обухов, Реоленинск.